Все для людей. Вопросы социальные стали одной из главных тем этой недели. Так, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился направить на нужды граждан больше 5 миллиардов долларов. Об этом он сказал на съезде партии Нуратан. Особое внимание глава государства поручил уделить многодетным семьям, а в Казахстане их более 300 тысяч. Согласно опросам, половина из них едва сводит концы с концами. С одной из таких семей встретилась Гульмира Жанзакова. У Иркибаевых чемоданное настроение. Квартира, которую они снимают, выставлена на продажу. В любой момент многодетная семья может оказаться на улице. Своего жилья нет. Стоят в очереди. В списке перед ними еще 10 тысяч человек. Я один работаю. Водителем тоже работаю. Днем и ночью вот так вот. Придется детей как-то кормить, обучать их. Накопить на первоначальный взнос по ипотеке у Иркибаевых нет возможности. Из четырех детей у одного мальчика синдром Дауна. А Алия должна ухаживать за ним и не может выйти на работу. Пособие, которое сейчас получает семья ежемесячно, составляет всего 26 долларов. Оплата за детский сад за одного ребенка в два раза больше. Заработанных медетам денег едва хватает на еду. У меня одна дочка. Ее одеть – это что-то. Например, каждые праздники надо, разные костюмы надо покупать. Но уже скоро ситуация изменится в лучшую сторону. Социальные выплаты в стране многодетным семьям увеличили на 40%. По поручению президента Анарсултана Назарбаева, размер пособия составит 55 долларов на каждого ребенка для семей с небольшим доходом. Около 100 долларов будут получать и родители, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. В результате адресной социальной помощью будет охвачено в этом году свыше 830 тысяч человек, в том числе почти 550 тысяч детей. Также поручаю повысить пособия родителям, опекунам и семьям, воспитывающим детей и инвалидов на 30%. Как мы посчитали, это затронет 100 тысяч человек. На реализацию данных мер поручаю дополнительно выделить 300 миллиардов тенге в 19-21 годы. Позаботится государство и о жилищных условиях многодетных семей. Для тех, у кого низкий доход, разработан льготный механизм предоставления жилищных займов. Взять ипотеку по госпрограмме можно будет по 2% годовых. Сейчас в очереди на жилье в Казахстане стоят 28 тысяч многодетных семей. Для них также построят арендные дома. Поручаю правительству построить в рамках программы НОРЛЖЕР более 40 тысяч арендных квартир, преимущественно для малообеспеченных семей и числа многодетных. На данные цели, на этой цели в ближайшие 7 лет будет выделено дополнительно 50 миллиардов тенге ежегодно. Не оставят без внимания и многодетные семьи, которые живут в сельской местности. Гульмира Жанзакова, Сахиджан Конышпаев, МИР24 Ну и чтобы справиться с задачей, которую поставил глава государства, в центрах занятости Астаны увеличат штат. Это ускорит работу с обращениями граждан.